Иван Никитин с презентации. Как зарабатывать миллион долларов на криптовалютах при любом рынке? Давайте громкие яркие аплодисменты. Иван, жги, давай. Успехов тебе. Слышно? Работает, да, микрофон? Вроде работает. Привет, друзья. Начну, наверное, с того, что вообще такое криптовалюты, да, потому что не знаю, насколько вообще. Поднимите руку, кто там следит за биткоином, я не знаю, слышал что-нибудь про это. Есть такие, да, окей? Сейчас разберемся. Ага, работает. В общем, это график биткоина за последние пару лет. Наверное, с начала 2017 года, когда он стоил 800 долларов, особо был никому еще не интересен. И, наверное, все видели тот хайп, который происходил в конце 2017 года, когда его курс вырос до 20 тысяч долларов. И где-то вот примерно возле его пика, когда он стоил 15-16 тысяч, мы заработали около 700-500, может быть, тысяч долларов за буквально пару месяцев. Это были различные способы заработка. Это и привлечение инвестиций, с которых мы, собственно, делали еще больше денег. Это были и продажи различных телеграм-сообществ с сигналами, с какими-то рекомендациями по торговле. Это и продажи своей экспертности в этой теме. Это и сбор денег на майнинг-пулы какие-то, на инвестиционные проекты и так далее. То есть, в целом, способов много. Я сегодня про них все расскажу, насколько это время позволит. И вы можете видеть, что после всего этого был резкий спад, где-то раза в 4-5. То есть сейчас биткоин стоит в районе 6200. Никто о нем особо не заботится, не думает. Вроде как хайп стих, все поуходили с рынка, и вроде бы история заканчивается. То же самое примерно происходит с эфиром, когда он стоил сначала 50 долларов в начале 2017 года, потом он взлетает вместе с биткоином чуть позже до 1400. Сегодня эфир стоит 170 плюс-минус. То есть он упал почти в 10 раз. Что с этим всем делать? Это окей. 15 тысяч процентов можно было заработать за почти год. Я думаю, это хорошее вложение. Все говорят, что момент упущен. Прошлое лето было достаточно таким хорошим для начала инвестиций в этой теме. И те, кто вышли в конце года, в начале этого года, они собрали самые-самые сливки. Но таких немного. Это Ripple, который по сути даже криптовалютой-то не является. Это банковский проект, который распиарили очень сильно, который используют типа для переводов внутри банковской сферы. И упаковано это все как криптовалюта, которая по факту даже не блокчейн. Не будем углубляться в подробности. Но, в общем, эта штука выросла с 6 центов до 3 долларов за те же 5-6-7 месяцев. И потом точно так же свалилась вниз. Что же с этим всем делать? Многие скажут, что момент упущен. И, мол, да, была хорошая точка входа, когда все только начиналось. И что же делать сейчас, непонятно. Многие повыходили с рынка, все побросали все, чем занимались, какие-то проекты, даже медиаресурсы позакрывали свои, потому что, мол, интерес упал, все ушли, денег нет. Какой-то там аудитории, которая этим интересуется, тоже типа нет. И, в общем, все это пузырь, который лопнул. Я думаю, вы многие слышали такие вот утверждения. И отчасти они правы на текущем моменте. Но на самом деле все циклично. То есть рост, коррекция, накопление и снова рост. Если посмотреть на графики с 2010 года, когда биткоин начал торговаться на биржах, даже 9 год, когда появились только-только первые шаги в этой сфере, появился первый биткоин-кошелек в мире и так далее, то на этих графиках точно такие же волны. То есть идет волна роста, потом идет резкая коррекция в 2, 3, 5 раз, потом идет флэт, когда ничего не происходит, просто он валится вниз и где-то там возле самых низов торгуется. И всегда этот низ очередной, он все равно выше, чем предыдущий был до этого год назад или 2 года назад. И этот цикл постепенно сокращается. То есть если вы посмотрите на графики 10-12 года, 14-й год, когда крупнейшая биржа MT-GOX обанкротилась и до сих пор она продает остатки своих биткоинов, дампе курс вниз, все это огромные волны роста и потом еще большего падения. И тем не менее все равно биткоин растет. То же самое можно сказать о криптовалютах, которые появляются сейчас. До сих пор даже в нападающем рынке появляется огромное количество криптовалют различных, которые там с нуля поднимаются чуть выше, пампятся и снова падают. Это цикл рынка в любой сфере, в любом рынке это есть. Просто в крипте эти скачки, они гораздо более сильные. То есть там рост может быть в десятки, сотни, даже тысячи раз за год, за вот этот цикл, за два года. И потом идет еще большее падение. То есть таких скачков на рынке, например, в фондовом акции или каких-то там валютных бирж. И вот такого скачка просто никто не видел никогда. Что произошло в общем-то в 2017 году? Вся крипта росла. То есть если мы возьмем январь, ну и вернемся к этим графикам, вот он, рост. То есть там практически не было падения, и люди привыкли, что крипта может только расти. То есть это априори так. И когда ты наблюдаешь год роста криптовалют, ты не можешь ожидать, что будет какой-то кризис. Даже когда об этом пишут в новостях, пишут СМИ о том, что нужно, что биткоин это пузырь, что скоро все лопнет. Наоборот, народ бежит и покупает еще больше. И когда случается вот это падение, никто к нему не готов. И вот в этот момент, когда там в январе 2018 года биткоин падал, все думали, ничего, это просто коррекция. Сейчас он упадет, и пойдет дальше рост еще выше. Но этого не происходило. Он отскативал чуть-чуть. Все верили, что это начался опять цикл роста. И снова покупали-покупали до тех пор, пока он не скатился к 6000, и даже 5800, по-моему, было недавно. Поэтому сейчас на этом рынке просто покупать, ну это типа самоубийство. Что же тогда делать? Есть разные способы заработка на криптовалютах, вот даже в этот момент, когда, казалось бы, ничего не происходит и не растет. То есть помимо того, что мы можем покупать биткоин или все, что угодно там в криптовалютах, мы можем это продавать. Это называется short-позиция. То есть когда все падает, ты на этом зарабатываешь. Так можно делать. В крипте просто никто об этом раньше не знал, и в принципе аудитория была не очень образованная. а бирж, которые это позволяют делать, было раз-два и все. Сейчас их становится больше, и первый пункт – это как раз про это. Второе – это инвестиции в долгую. То есть это от шести месяцев, даже от года скорее, на несколько лет. Ну я верю лично, что биткоин вырастет, поэтому я каждый месяц, каждую неделю, или там, когда появляется возможность, я просто кладу туда какую-то часть свободных денег. Ну типа там тысячу долларов, или там две, или три, сколько не жалко. Это те деньги, с которыми ты осознанно расстаешься, и как бы окей. Если он вырастет, а прогнозы есть, что биткоин может стоить там 300 тысяч долларов, 500, миллион, ну я заработаю там свои иксы. Если не вырастет, ну как бы окей. Это не те деньги, которые стоит жалеть. Еще один вариант – это создание собственных медиаканалов. Тут много людей, которые занимаются трафиком, бизнесом, во что-то инвестируют, привлекают, развивают свои ресурсы, покупают там сайты на 60 миллионов, я слышал тут кейсы. И это тоже прикольная тема, потому что в этой сфере ты можешь быть владельцем медиаресурсов, и неважно, что ты там будешь продавать. Оферов в крипте огромное количество. Это ICO-проекты, это сбор на какие-то там ICO-пулы, это продажа каких-то торговых рекомендаций, с которыми мы в том числе работаем с одними из партнеров. Это может быть все, что угодно. То есть это привлечение инвестиций и так далее. И когда у тебя есть какая-то сетка, в которой ты являешься авторитетом, или у тебя есть продюсируемый эксперт в этой теме, то ты можешь на этих ресурсах продавать все, что угодно. И брать свою комиссию, или просто запускать туда свои продукты. И это очень круто. Мало кто понимает, но вот когда ребята создают ICO-проекты, здесь вот есть, кстати, несколько представителей ICO-шек, которые в такое трудное время запускаются. И у них сейчас огромный вопрос, а где же брать трафик для своих проектов, а где брать инвестиции, особенно в тот момент, когда в рынок особо никто не верит. И самая ключевая фишка здесь, наверное, в том, что покупать надо тогда, когда уже все потеряли веру. Сейчас вытрясли все слабые деньги, что называется, те, кто купили когда-то крипту и не смогли ее удержать. То есть у них были заемные деньги, или деньги, на которые они рассчитывали. И они думали, что они сейчас купят, и на хайпе это все вырастет, там, X2, X3, X5, и они выйдут оттуда. Но по факту это могло не произойти. Я знаю людей, которые покупали биткоин по 17 тысяч долларов, а он стоил 20, а потом упал в три раза. Я знаю людей, которые повыходили, купили по 17 и вышли на 10. Я знаю людей, которые до сих пор держат эти 17. И что с ними будет, ну, как бы они уже смирились, в принципе. У меня тоже есть инвестиционный портфель, который просел там процентов на 80. Но я по этому поводу не переживаю. То есть это не последние деньги, и вам советую инвестировать только то, что вы, в принципе, потенциально можете готовы потерять. И какой еще один способ? Это как раз передача средств управления. То есть вы можете просто взять и из денег сделать больше денег. Каким образом? У меня онлайн-школа уже лет 6, наверное, с 2012 года. И мы постоянно городим какие-то конструкции сложные, там, маркетинговые инструменты, IT, какие-то решения. А все только для того, чтобы засунуть туда миллион рублей, грубо говоря, за какой-то там период времени и вытащить оттуда 2, 3, 5, сколько получится. И вот этот конвертер мы создаем сами. Один раз на какой-то из конференций вот этот, кстати, человек, который сидит здесь, Андрей Меркулов, он сказал, ребята, а почему бы не найти какую-то штуку, которая просто может умножать твои деньги? Я подумал, действительно, а зачем мы изобретаем какой-то свой завод свечной, который может тебе внутри твоего бизнеса генерить деньги, если ты можешь просто засунуть туда, где это уже существует? Ну, типа, заняться инвестициями. Зачем создавать свое, когда можно использовать то, что уже где-то работает? И вот крипта для меня стала одной из таких тем. Причем, в чем хорошо, что я сейчас про каждую из этих тем расскажу отдельно. В чем хорошо, что ты, по сути, закидываешь туда денег и можешь даже не заниматься этим вопросом. То есть есть специалисты, которые это уже умеют. на фондовом рынке, я не знаю, в рынке крипты, в валютном рынке, еще где-то, в недвижимости, управляющие компании, различные фонды и так далее. И это то, что снимает с тебя весь этот геморрой, и ты, по сути, просто отдаешь туда деньги в управление, и они делают все сами за тебя. Но опять же, есть риски, что ты потеряешь все или часть какую-то, или заработаешь. Давайте перейдем теперь к первому способу заработка. Это маржинальная торговля. Это, наверное, самая рискованная штука, которая только есть. Я сегодня утром закрыл сделку на минус 1,2 миллиона рублей. Не сказать, чтобы я по этому поводу сильно переживаю, но было не очень приятно за завтраком это делать. Но такое тоже бывает. За вот этот период времени, с середины 17-го года, с весны 17-го, было заработано больше миллиона долларов, но при этом было слито около 300-400, может быть даже, я уже не считаю, тысяч долларов из этих средств, но при этом у меня все равно остаются деньги, чтобы жить, существовать и экспериментировать дальше и дальше. Так вот, что касается маржинальной торговли. Маржинальная торговля это торговля с плечом. Это вот как раз про ту историю, когда вы можете зарабатывать на падениях, биржной маржиналке это делать нереально. То есть вы сначала как бы продаете биткоин или любую крипту, а потом ее покупаете внизу. И разница остается у вас. То есть вы ее продали по 100 долларов, условно говоря, купили по 50, заработали вот эту разницу в цене. А далее как бы заемные вот эти биткоины. Смысл здесь в том, что плечо, ну вот, например, я торгую там на бирже BitMix, и многие ребята сейчас переходят именно туда, потому что это самая крупная по объемам биржа. Там очень классные ресурсы есть, очень классные инструменты и очень классная, кстати, партнерская программа. Кто хочет лить трафик, вполне себе неплохой вариант такого полупассивного источника дохода, когда вы просто нагоняете кучу партнеров, минимально их обучаете, и они торгуют под вами, являясь как бы вашими привлеченными клиентами, что ли, на эту биржу. Там весьма хорошие комиссионные, то есть, ну, в день может там прийти, не знаю, 100, 200, 300 тысяч рублей, если переводить с биткоина. Плюс ко всему, в чем как бы тоже особенность, в том, что вы зарабатываете биткоины. Все видели, наверное, что происходит с рублем. Как-то пару лет назад у меня была такая заветная цель, мечта зарабатывать не рубли, а что-то еще, потому что я понимал, что рубль постоянно катится вниз и только делает, что падает, и перспектив у него типа, ну, там, не очень много. Должно чудо какое-то произойти, чтобы он вырос. И сейчас я зарабатываю в биткоинах, понимаю, что доллар стоил 55, сейчас он стоит там 70 или сколько? Ну, 68, окей. Я понимаю, что все, что для меня случилось, окей, я просто поменяю свой биткоин на чуть больше рублей. Ну, как бы разницы никакой нет. Цены, естественно, там, вы можете фиксировать в биткоинах, либо если вы его зарабатываете на бирже, то там, в зависимости от курса вы получаете либо больше рублей, либо меньше рублей. В зависимости от курса доллара, в зависимости от курса биткоина и так далее, и так далее. Биржа BitMEX позволяет вам торговать с плечом. Вы можете купить один биткоин на обычной бирже и держать его у себя в кошельке, а вы можете купить, ну, и там, заработать, например, один процент движения сейчас с доллара, это где-то 65 долларов, вернее, биткоина. То есть, когда биткоин растет на 65 долларов, вы зарабатываете один процент прибыли. Это без плеча. Если вы торгуете на том же BitMEX или любой другой бирже, то вы можете зарабатывать с этого одного процента движения 5 или 10 или 20 или там 100 долларов, 100 процентов, вернее. То есть, условно, если вы входите на 1000 долларов с 20-м плечом, то вы зарабатываете с одного процента движения, когда биткоин вырос на 65 долларов вверх, вы зарабатываете гораздо больше денег, там, в 20, 30, 50, 100 и так далее. Обратной стороной этой медали является то, что там есть штука такая, которая называется ликвидация, и если цена пошла не туда, и она достаточно сильно пошла не туда, то вас может нафиг смыть. То есть, если вы зашли на 1000 долларов, вот вашу эту 1000 долларов заберут. Это вот единственный критерий, почему это опасно. Это сложнее, в принципе, и нужно учиться техническому анализу, фундаментальному анализу и так далее. Но есть ребята, которые это уже умеют, опять же, на которых вы можете подписаться, следить за ними в инстаграмах, в телеграмм, в сообществах, огромное количество их сейчас стало. И опять же, те, кто в конце декабря, начале этого года продавали свои сигналы, убив полностью вообще весь этот рынок. Сейчас мало кто доверяет сигналам, сигнальным каналам, группам, потому что абсолютный трэш происходит. Мы потратили около 6000 долларов, чтобы купить все, что мы нашли. Сделали анализ, посмотрели статистику за три месяца по каждой этой группе и пришли к выводу, что 85-90% это полная херня. То есть, они мало того, что сами не торгуют по этим сигналам, они еще и просто откровенно говоря их выдумывают из воздуха или копируют друг у друга. И получается, что ты все, что ты делаешь, ты платишь за подписку каждый месяц, еще и сливаешь бабки свои. Причем сливаешь хорошо. А единственное, там пара-тройка человек, которые в этом хорошо разбираются, вот у нас остались. Кому интересно, можете, я в конце контакта дам, поделюсь ими. Присутствуют манипуляции. Наверняка те, кто следит за рынком, видели, что попытки разобраться в техническом анализе, в фундаментальном анализе, в каком-то там еще анализе приводится к тому, что рано или поздно это перестает работать. То есть, сегодня оно пошло по уровням Фибоначчи, там еще какой-то херни непонятный, но завтра оно все идет не так, как ты думал, и ты сливаешь деньги. Все почему? Потому что есть манипулятор, это очевидно тем, кто в теме, и чтобы его движение предугадывать, нужно понимать, что ему нужно и думать, как манипулятор самому. Либо пользоваться какими-то инсайтами, инсайдами, и, соответственно, торговать уже вместе с ним, закупаться там, где он закупается и продавать там, где он продает. Ну, вот это, пожалуй, все, что касается маржинальной торговли. Вторая штука, да, кстати, про манипуляции. Все видели вот эти вот заголовки в газетах, когда биткоин резко рос, когда он стоил 6 тысяч долларов, уже начинали писать о том, что биткоин – это пузырь, о том, что скоро ему будет хана, что все это выдумано специально, чтобы там забрать ваши деньги и так далее. Ну, отчасти возможно это так, потому что есть манипуляции. Но обычно, когда пестрят заголовками о том, что надо все продавать, надо наоборот покупать. и когда все говорят о том, что скоро будет рост, особенно крупные ребята типа Джи Пи Моргана, когда он там видели, может быть, фотографии его, где он такой с хитрыми узкими глазами говорит о том, что надо покупать, а биткоин, что это там суперзолотой актив, а потом говорит, что нет, я ошибся, надо продавать. И вот так вот несколько волн, пока его за руку не ловят, и говорят, что он манипулирует. И там штрафов на 200 миллионов долларов ему не присваивают. Поэтому если вы видите, что все, как бы рынка нет, никому он не интересен, то это самое время покупать. И наоборот. Что касается инвестиций в долгосрок. Сейчас крипта находится на уровне, ну, по многим позициям прошлого года. И в прошлом году, когда был дикий рост, вообще дичайший, там на сотни тысячи процентов и на десятки тысяч процентов, многие говорили, ну все, время упущено. Вот тогда, вот тогда было, да, а сейчас что уже, зачем покупать эфир, когда он стоит 200 долларов или 300. Сейчас он стоит 170, и почему-то никто не бежит его покупать. Хотя, наверное, надо бы. Вот. И если у вас есть какие-то мысли о том, чтобы инвестировать, то можно начинать потихонечку откупать уже сейчас. Потому что, ну, я считаю, что это одно из, наверное, таких глобальных падений, когда ниже, вот, ну, уже просто практически некуда. Я, как бы сам докупаю. То, что мне интересно, это там список из топ-20 примерно криптовалют. Это биткоин, это отдельный какой-то биткоин-кошелек типа НЗ, куда ты складываешь периодически средства на какое-то там, на какое-то светлое будущее, короче. Вот. И потенциально в крипте, которая помимо биткоина, интересно то, что это, скажем так, низкая база. Когда криптовалюта появляется, там тот же эфир, он стоил ничего, пока он был никому не интересен, и пока это не стало платформой для новых криптовалют, для новых ICO-проектов и так далее. А с биткоином такого уже нет. То есть он уже, в принципе, достаточно дорогой, если его сравнивать с 2009 года, когда он стоил несколько центов, или с 2012, когда он стоил 1-2 доллара, а потом резко вырос за 2 недели до 30. Но, тем не менее, это может быть интересно, потому что есть, опять же, прогнозы, когда говорят, что биткоин может стоить и 300, и 500 тысяч долларов. Но если присмотреться к альткоинам, есть рейтинги международных компаний, которые скорят ICO, есть рейтинги криптовалют, которые уже существуют. Можно на них посмотреть. Я знаю ребят, которые в свое время вложились в майнинг-оборудование, 5000 долларов потратили, потом это майнинг-оборудование у них купилось, они его продали, потом продали за биткоины, потом эти биткоины поменяли на участок стоимостью 15 миллионов рублей. Из 5000 долларов получилось 15 миллионов рублей и участок в Краснодаре под дом 18 соток. В принципе, неплохой кейс. А все почему? Потому что они вкладывали в какие-то там непонятные проекты, которые никому пока не нужны, но очень тщательно их отбирали. И отбирали отчасти на своем опыте, а отчасти просто пользовались теми ресурсами, которые есть в открытом доступе в интернете, либо какими-то платными подписками, которые эти вот самые проекты скорят. Ну, то есть скоринг – это отбор там по ряду параметров, где тебе говорят в итоге, вот этот проект там на десяточку тянет из десяти, а этот там на пять. Сюда инвестировать вообще не надо, потому что у него там марксинг отстой, и вообще руководители хотят соскамиться и вытрясти просто из вас деньги. Собственный медиаресурс – это вот самая интересная, наверное, тема для тех, кто имеет какой-то трафик и хочет, в принципе, не зависеть от какого-то одного продукта. То есть когда ты делаешь один продукт и льешь только на него, это прикольно, пока это все интересно аудитории. Как только это становится неинтересно, ты вынужден собирать заново воронку, заново настраивать какие-то там ресурсы и так далее. Поэтому лучше всего создавать медиасети. Это сайты, это телеграм-сообщество, особенно телеграм-сообщество, потому что вся крипта она в телеграме. Я не очень понимаю, на самом деле, людей, которые до сих пор создают какие-то, не знаю, там, другие медиаресурсы, особенно в крипте, которые не в телеграме находятся, потому что вся тусовка криптовая она находится в телеграме и все, что там происходит обсуждается именно там. Телеграм-канал поднять достаточно просто. Нагнать туда людей извне, из фейсбука, из инстаграма, внутри телеграма тоже достаточно просто. Сейчас есть тут арбитражники, кто вот прям гонит трафик куда-то на какие-то ресурсы? Есть такие? Ребят, большая просьба. Если вы зайдете в телеграм, пожалуйста, не делайте по вот этой американской системе, когда там заголовки а-ля с биткоином скоро случится что-то невероятное, перейди сюда, ты кликаешь, там ни хера нет. Вы убиваете аудиторию. Понятно, что это хочется привлечь максимум внимания, но просто перестают кликать. Сейчас очень сильно выжгли телеграм-каналы только вот такими сообщениями. Раньше переливалось из одного канала в другой огромное количество аудиторий, то есть 3-5 тысяч человек можно было нагнать там за 100 тысяч рублей рекламного бюджета. Сейчас на это приходится тратить полмиллиона. То есть вот эта штука это для тех, кто хочет собрать большое сообщество и оттуда уже потом сливать на какие-то ICO-проекты, на сборы инвестиций, на любые продукты в целом, потому что к вам есть доверие. Опять же, контент, который сейчас нужен людям, это аналитика, это глубокое понимание рынка, это вот какие-то рекомендации по инвестированию, по торговле и так далее. Просто новости никому нафиг не интересны, они есть везде и это перестали читать абсолютно точно. Ну и доверительное управление про него я немножко рассказал. Опять же, кому интересно, я сейчас тестирую несколько ребят, которые сделали, одни сделали там со 120 биткоинов 507 за сколько там, с декабря месяца по июль, другие делают 3-5 процентов в месяц, но стабильно, третий там еще что-то. Тоже могу поделиться контактами, в конце я оставлю там свой инстаграм, просто напишите и я поделюсь. Здесь нужно смотреть обязательно доказательства, то есть прям в идеале вообще, чтобы это было видео какое-то с выпиской из биржи или какие-то скриншоты или выгрузка в экселе хотя бы, где вам будет показано, что было заведено вот столько биткоинов, стало там вот столько денег в итоге, чтобы была прозрачная какая-то аналитика, статистика по движениям вот внутри этого аккаунта или аккаунтов, если их несколько. Ну и тест небольшой суммы плюс рекомендации. Опять же, рекомендации кому интересно, могу дать, но насколько это будет адекватно. Сейчас я разрабатываю свою торговую стратегию. Стояла задача изначально делать торговлю автоматической, то есть я понимал, что я могу за счет эмоций сделать неправильные выводы, войти в сделку не там, выйти не там и в итоге потерять, как вот сегодня утром. Я хотел понятный алгоритм входа и выхода из сделки, чтобы мне прямо указывалось чуть ли не стрелочками, куда надо зайти и где выйти, и чтобы это потом можно было автоматизировать и максимизировать вот эту всю самую прибыль. И все это упаковать потом, и возможность привлечь инвестиции, если это вообще будет необходимо. У меня получились вот такие штуки, я это все недели две, наверное, нарисовал. Сначала руками, потом понял, что руками делать графики на промежутках там 3-5 лет, ну это самоубийство. То есть мне снились потом эти цифры чертовые, снились вот эти стрелочки. Зеленая – это большая прибыль, там одно правило для входа и для выхода, а желтая – это маленькая прибыль. Вот эти красные дизлайки – это убыточные сделки, там 2-3% с каждой. И вот эти вот фиолетовые – это без убытки. То есть когда ты заходишь в сделку и ничего с ней не зарабатываешь, но ничего не теряешь. Вот так я и сполосовал примерно 2 года графиков по биткоину, потом наложил это на турецкую лиру, на какие-то другие криптовалюты, и все это оказалось, что оно в принципе работает неплохо. То есть даже когда лира падала вот на эти там 50%, вот эта хреновина показывала, что ее надо шортить и прямо от самых верхов до почти самых низов. Ну можете видеть, вот здесь 8200 биткоин стоил, и шорт был как раз с самого верха до вот почти до самых низов. Примерно вот так выглядит таблица с расчетами. Ну да, я немножечко переусердствовал, наверное. Ну тут ничего не видно. В общем, я долго думал, как там это все фиксировать, частями или нет. В итоге все это пришло в более простой сервис, который показывает, то есть то, что я делал две недели на протяжении одного года, потом перебивал это все вручную в Excel, этот сервис делает за 30 секунд, ты ему просто задаешь параметры, и он через 30 секунд показывает тебе, сколько у тебя будет биткоинов, если ты одним биткоином начал. То есть там положил биткоин в начале апреля, например, а в конце июля у тебя получилось там x5. Ну вот справа видно как раз баланс. То есть 1.18, 1.07 там чуть подслили, потом 2.3, потом 2.14, 1.04, ну и так далее. Короче, цепочка такая, плюсов и минусов, которая в конечном счете пока сейчас дает плюс. То есть вот апрель-сентябрь это 94% прибыли вот по этой торговой стратегии. Там мало сделок, но там есть большие профиты, которые закрывают маленькие минусы. Сейчас задача стоит в том, чтобы эту стратегию оптимизировать, упаковать в бота торгового и снизить риски. То есть я понимаю, у меня есть система, как можно вообще полностью безубыточные сделки получать. То есть, грубо говоря, бесплатные попытки, ты входишь в сделку, если что-то идет не так, она просто закрывается в небольшой минус либо вообще в ноль. А если все хорошо, то ты получаешь прибыль. Ну и повышение потенциальной прибыли. То есть сейчас я над этим работаю, помимо других проектов, и возможно скоро получится что-то действительно стоящее, и я этим смогу поделиться. Пока сейчас просто рассказываю то, чем занимаюсь, рассказываю об этом в Инстаграме своем. Кому интересно, можете подписаться. Вот профиль. В принципе, там все, что в жизни происходит, в основном это больше работа и какие-то там выводы. Если есть вопросы, можете задать их прямо сейчас. У нас есть сколько? Пара минут, наверное? Минут? Нет, у нас нет времена вопроса, но на самом деле, Иван, у нас какое регламент ты заканчиваешь? Ну мы сейчас поставим точку, чтобы тебе похлопали, а потом ты спускаешься вниз на первый этаж, и все, кто хочет задать вопрос, они идут с тобой, и тебя мучают, мучают, мучают. Окей. Вот, поэтому, если ты закончил... Закончил или что? Да, я закончил, спасибо. Да, давайте, Иване, поаплодируем, очень классно.